всем привет сейчас поговорим о том как парсить товары со сложными html таблицами вот допустим человек хочет спарсить такой товар здесь есть вот такая html таблица то есть у него задача спарсить товар как бы с несколькими артикулами что тут нужно сделать тут нужно перевернуть таблицу развернуть ее так сказать направо и потом распарсить обычным макросом парсинга html таблиц как это делается первым делом задаем границу парсинга для взятия кода html таблицы задаем начало парсинга и конец парсинга ищем так то конец парсинга ищем автоматический то есть им будет закрывающий тег диф в котором содержится наша таблица теперь смотрим на макросы для работы с html таблицами здесь есть папка работы с html таблицами и в ней различные количество различные вариации макросов то есть тут есть макросы для избавления от объединенных ячеек также есть макросы для загрузки html таблиц в память чтобы потом их обрабатывать вот различные функции обработки это все описано в системе помощи смотрите эти материалы системе помощи первым делом загружаем html таблицу в память программы вставляем макрослот html table этот оператор будет применять по их замену к ячейкам таблицы к содержимому ячеек и вот сюда мы вставляем в этот макрос html код таблицы который мы спарсили границы парсинга 3 и смотрим что получается то есть вот этап загрузки мы что html таблицы в память мы дважды кликаем на него и просматриваем виде csv и видим что получается ну как она загружается то есть в том же виде как она предоставлена на сайте теперь наша задача повернуть эту таблицу чтобы спарсить макросом для парсинга таблиц csv как это делается открываем папку обработка таблиц памяти и вот здесь есть функция для поворота таблиц мы вставляем ее в шумном вывода то есть здесь указывается имя таблицы которая загружена в памяти вот она и есть параметр inverse это все описано системе помощи теперь после того как мы таблицу в памяти повернули мы ее выведем результат для этого существует макрос html table outpad вот так же в нем указывается имя таблицы которые вывести этой имя таблицы 1 смотрим что получается то есть тут браузер неправильно отображает кодировку почему-то опять ну ладно не суть важно смотрим что таблицы теперь повернута теперь мы эту таблицу парсим с помощью макроса горизонтальная для парсинга вертикальной таблицы используется макрос вертейбл эти макросы используются для парсинга html таблиц в csv вот этот макрос который выводит таблицу мы берем макрос гристейбл смотрим что получается теперь у нас вот этот результат в csv то есть у нас создан созданы из вот этой таблицы несколько строк с разными артиклами и прописано свойства пусть вас вот эти вот html символы не смущают их можно убрать поиск замены я думаю это можно просто удалить прописываем это в поиск замену для кода html таблицы удаляем эти лишние html в анимонике так теперь что сделать чтобы добавить каждой строке таблицы какие-то данные по товару например заголовок задаем обычную границу парсинга для взятия заголовка и для взятия главной картинки так и и И теперь, чтобы нам добавить к каждой строчке нашей таблицы эти данные, так как мы парсим ее с помощью macros agarist table, здесь есть такой параметр prefix, в него мы вставляем то, что нужно добавить к каждой строке реализирующего файла. То есть мы сюда добавляем заголовок F3 для вставки макроса разделителя ячейк CSV, главная картинка и также разделитель ячейк CSV. Смотрим, что получается. Сюда вставился заголовок товара и ссылка на главную картинку. То есть тут нужно еще вставить пару столбцов в шапку CSV. Это сделается в строке заголовка. Выделяем границу парсинга нужную, нажмем F1, он вставляется сюда и главную картинку вставляем. Также для загрузки главной картинки мы вставляем macros download файл. Смотрим, что получается. Видим, что картинки загрузились, столбцы здесь вставились. Так, здесь лишний разделитель CSV. Так, теперь все в порядке. И еще такой момент есть. Чтобы одна и та же картинка не скачивалась несколько раз, идем в настройки macros download файл, shift control L и тут исключаем повторное скачивание файлов. Все, теперь картинка скачалась у нас один раз. В остальных случаях она не скачивается, просто происходит вставка ее ссылки на локальный диск в следующие ячейки. Теперь, что касается дальнейшего вопроса человека на форуме, то есть ему нужно на каких-то товарах, где есть вот эти вот вариации артикулов, спарсить с вариациями артикулов, а какие-то товары, как он утверждает на сайте, есть без вариаций артикулов, то есть там один артикул. То есть как это делается? В программе есть различные макросы с условиями. То есть допустим это условия чек-энтри. Вот оно. Описание можно почитать здесь в системе помощи. Тема дополнительные макросы шаблона вывода. Вот макрос чек-энтри. То есть в чем тут как бы основная идея? То есть на странице есть какой-то маркер, который соответствует товарам с одним артикулом, и какой-то маркер, который соответствует товарам с несколькими артикулами. И вот с помощью макроса чек-энтри мы проверяем наличие этого маркера, сравниваем его со значением. И вот здесь есть операторы zen-текст и else-текст. То есть какой текст выводить в случае, когда у нас выполняется условие, и какой текст выводить в случае, когда условие не выполняется. То есть что мы делаем? Мы вот здесь вот в шаблоне вывода проверяем условия. И потом после оператора zen-текст мы вставляем, допустим, то, что нужно выводить в случае, когда у нас множество артикулов. И после оператора else-текст встроим шаблон вывода с различными макросами, которые выводить в случае, когда у нас, допустим, один артикул на странице. Я думаю, с этим более-менее все понятно. Всем спасибо за внимание. Если будут вопросы, задавайте на форуме.